Знание и понимание истории MLM чрезвычайно важно. Это не просто исторические сведения или информация давно минувших дней. Это увлекательнейший процесс, произошедший на протяжении всего нескольких поколений, частично даже на наших глазах. Один из важнейших элементов этой живой истории произошел в этом, в 2013 году, но об этом я расскажу чуть-чуть позднее. Историю сетевого маркетинга важно понимать еще и потому, что она порождает веру в то, чем мы с вами занимаемся. Она порождает уверенность, что эта индустрия пришла на века и что она несет в себе лучшее из того, что может предложить современный капитализм. Сетевой маркетинг – это идеальное решение для десятков миллионов людей во всем мире, даже для тех, кто об этом пока еще не знает. А началось все вовсе не в середине 20 века, как написано в большинстве книг об этом, а в конце 19 века. Первый сюрприз заключается в том, что история сетевого маркетинга вовсе не началась с компании Amway, как принято сейчас об этом говорить. Главный нынешний конкурент Amway – компания Avon – появилась на 73 года раньше. Правда, в это время она называлась по-другому. И термина «малти-левел маркетинг», а также термина «сетевой маркетинг» тогда еще не существовала. Произошло это в далеком 86 году, в конце 19 века. Как это часто бывает в жизни, помог случай. Основатель компании, коммерсант Дэвид МакКоннелл, продавал книги. И большинство его клиентов были женщины, которым он регулярно привозил в качестве подарков флохонных духов. Однажды он обратил внимание, что привозимые им духи не менее, а может быть даже и более ожидаемы, чем книги. И он принял решение сконцентрироваться на продаже парфюмерии. Возможно, интуитивно он чувствовал, что продажа парфюмерии пойдет намного лучше, чем продажа книг. Ему ничего не пришлось изобретать. Он стал продавать духи тем же способом, что и книги, через прямые продажи. Та же самая женщина, что помогла ему с продажами книг, была приглашена первой и с энтузиазмом взялась за это дело. Ее звали миссис Элби. Вы видите ее на фото в почтенном возрасте. Похоже, что в молодости она была красавицей и в течение первых шести месяцев она была единственным агентом компании. А потому и получила со временем почетный титул «Мать Калифорнийской парфюмерной компании». Именно так называлась компания Avon в первые 53 года своего существования. Именно Элби решила, что выгоднее всего привлекать простых женщин, которые будут продавать продукт таким же женщинам, как они сами. Подобная модель прямых продаж имела очевидные преимущества. Во-первых, женщины лучше разбирались в парфюмерии. Во-вторых, и может это было еще более важным, это компенсировало женщинам существующую в то время в США дискриминацию. Сейчас, кстати, трудно представить, что всего более ста лет тому назад женщины свободной Америки не могли, например, участвовать в голосовании. Женщинам было намного труднее найти работу, поэтому предложение стать индивидуальным торговым агентом компании California Perfume для многих женщин стало единственной и уникальной возможностью не только заработать, но и проявить себя. Любая женщина, мужчины они действительно не принимали, любая женщина могла присоединиться к компании в качестве торгового агента. И получали они точно так же, как и вы сейчас от розничных продаж. Определенный процент от каждой продажи. Итак, давайте взглянем на первое правило, установленное первой компанией прямых продаж. Любой желающий может присоединиться и стать торговым агентом. Это, в общем-то, есть и сейчас. Второе правило. Агент должна была работать там, где ее знали, в своем районе. То есть, по сути, в своем теплом рынке. Там, где элемент доверия намного выше. Кстати, современная компания ICN, которая продает видеотелефоны и другие повседневные услуги, до сих пор не разрешает своим дистрибьюторам работать на холодном рынке. То есть, эта традиция частично продолжается. Приветствовался переход клиентов в дистрибьюторы, которые, несмотря на явное несовершенство этого процесса, ведь агентам тогда не платили за появление новых агентов, не платили комиссионность чужих продаж. Тем не менее, понимание того, что лучшим агентом может стать удовлетворенный клиент, это понимание уже было. И четвертый пункт. Очень важное решение, принятое владельцами компании, когда у компании появилось узнаваемое имя и стали поступать заказы от розничной сети. Им всем было отказано. Я представляю себе шок тамошних владельцев магазинов, которые были готовы продавать эту парфюмерию в больших объемах и хотели купить партию товара по оптовой цене. И вдруг им отказывают в этом. Даже за наличные деньги. Все равно отказывают. Компания гордо отписывается от всех заказов простой формулировкой. Право на покупку есть только у наших торговых агентов. То есть компания сама себе запретила продавать парфюмерию в розничную сеть и запретила выставлять парфюмерию на полках розничных магазинов. Это был революционный поступок в то время. И впоследствии, кстати, он стал одним из главных принципов компании сетевого маркетинга. А если какая-то компания не соблюдала этот принцип, то могла потерять активных и понимающих партнеров. Сотрудничество с такой компанией теряло смысл. Кстати, упоминая мною, компания СН нарушала это железное правило. Я это обнаружил на вторую неделю после присоединения к этой компании в 2008 году. Я просто попытался заказать видеотелефон без дистрибьюторской рекомендации. И мой заказ благополучно прошел. Я уже тогда понял, что если они не закроют эту возможность покупать главный продукт без дистрибьюторов, я не буду развивать бизнес в этой компании. Через год я ушел из нее, несмотря на имеющуюся команду более 3000 человек. Это была не единственная, но достаточно важная причина моего ухода. Так что пункт 4 чрезвычайно важен. К концу 19 века у компании было уже более 5000 агентов. Я не буду рассказывать вам всю историю, но есть еще один очень важный момент, на котором хочется остановиться. Великая депрессия. Великая депрессия, которая началась в 1929 году и официально закончилась в 1939. Она сильнее всего затронула именно США и Канаду. Хотя на самом деле сильно ударила и по Германии, и по Франции, и по Англии. Так вот, если до начала Великой депрессии дела у Эйвен шли хорошо, то с наступлением депрессии дела пошли отлично. Не хорошо, а отлично. Это чрезвычайно важный момент, показывающий особую устойчивость компании прямых продаж в плохие экономические времена. И в этом есть своя экономическая логика. Чем больше людей оказывается без работы, и вы, кстати, видите по графику, что безработица превысила 20%, тем легче приобретать новых дистрибьюторов для любой сетевой компании. Так что же, сетевой маркетинг начался вовсе не в 1959 году с компанией Amway, а раньше? Ну, оставим пока этот вопрос открытым. Еще рано делать выводы. Идем дальше. Во время этой самой Великой депрессии на рынке появляется еще одна компания, историческая компания Карла Рейнборга, California Vitamins, которую я бы как раз и назвал первой сетевой компанией. Вот какое интересное совпадение. В одном и том же 1939 году компания California Vitamins была переименована в Nutrilite Products, и компания California Perfums в том же 1939 году была переименована в Avon. Кто бы мог подумать тогда, в 1939, когда, кстати, только-только начиналась Вторая мировая война, что этим компаниям предстоит стать лидерами среди сетевых компаний в далеком 21 веке. Хотя мы говорим все же не о самой компании Nutrilite, а об Amway, которая сначала появилась благодаря двум дистрибьюторам Nutrilite, но стала развиваться столь стремительно, что через 13 лет, в 1972 году, компания Amway приобрела контрольный пакет акций компании Nutrilite Products. То есть Nutrilite Products стала частью Amway. Итак, еще одна компания прямых продаж появилась в 1934 году, а вот в 1945 году Карл Рейнберг стал платить комиссионные не только за личные продажи, но и за чужие продажи приглашенных в бизнес дистрибьюторов на два уровня в глубину. Ну, вот это именно и стала революцией в прямых продажах. Поэтому я считаю, что именно с 1945 года появился сетевой маркетинг. 1945 год – это год рождения сетевого маркетинга. В большинстве литературы о сетевом маркетинге вы найдете, что он начался именно с 1959 года, с компании Amway. Но надо отдать должное исторической правде. Он начался с компании Nutrilite Products в 1945 году. Почему не Avon, которая намного старше? Потому что в свои первые 75 лет Avon хоть и была компанией прямых продаж, но не была представителем многоуровневого маркетинга. То есть дистрибьюторы Avon не получали комиссионные от чужих продаж, приглашенных ими партнеров. Скорее всего, они даже и не приглашали никого. А лишь компания набирала новых дистрибьюторов в неохваченных регионах страны. Только в 1962 году, наблюдая за успехами молодой компании Amway, руководство Avon также внедрило свою версию именно многоуровневого маркетинга. Так что с точки зрения рождения, я считаю, что год рождения сетевого маркетинга это 1945, как раз вот год победы. А в 2015 соответственно мы будем отмечать 70-летие индустрии MLM. Именно из недр Нутрилайта появились создатели сетевого гиганта компании Amway, которая пошла дальше и выплачивала уже с трех уровней в глубину. Но потом начался беспредел. Ну, в хорошем смысле этого слова не было предела. Уже четвертое покорение, пятое, шестое. Хочу обратить ваше внимание на простое слово «потом». На самом деле это «потом» могло бы и не наступить, если бы Amway проиграл суд, затеянный против него государством. Но об этом через несколько минут. Итак, с 1959 года до 1975 Amway планомерно наращивал обороты. В начале 70-х была пройдена фантастическая цифра в полмиллиарда долларов годовых продаж. Ну, это как сейчас, наверное, 2-3 миллиарда долларов годовых продаж. Успех Amway, а значит и этого типа бизнеса, который тогда назывался многоуровневым маркетингом, был очевиден. Стали появляться другие компании, в той или иной степени копирующие бизнес Amway. Некоторые из этих компаний первой волны живы и успешно работают, развивают свой бизнес до сих пор. Вот мы видим картинку про основателей Amway, Rich DeVos и J1 Andel создали эту компанию в 1959 году. И вот примерно в 1973 Amway прошел планочку полмиллиарда долларов годовых продаж. В 1962 году появился Evan, уже стал работать как сетевая компания. Хотя там еще были всякие проблемки вплоть до 1990-х годов. В 1963 году появилась знаменитая Mary Kay Cosmetic. В 1967 году появилась знаменитая Oriflame. В 1972 году появилась компания, к которой мы еще вернемся, Prepaid Legal, потому что это была первая и на долгое время единственная компания, которая не торговала живым продуктом, а предлагала сервис, юридический сервис. В 1975 году появляется Niken. В 1978 году появляется Forever Living. И наконец в 1980 году появляется Herbalife. Бывали также интересные случаи, когда обычные компании, которые уже много лет были на рынке, наблюдая за фантастическим ростом компаний Amway и других MLM компаний, решали, что им тоже следует поменять маркетинговую концепцию на сетевую. И делали это. Ну, например, вот эта компания Jaffra Cosmetics. Она появилась, в общем-то, как семейный бизнес в далеком 1956 году. Вы видите, еще до Amway. Но за первые 17 лет эта компания с трудом вышла наоборот в 4 миллиона долларов годовых продаж, в то время как лучшие компании сетевого маркетинга уже торговали на сотни миллионов долларов. И вот что произошло с Jaffra Cosmetics. Они в 1984 году стали внедрять именно сетевую версию плана. И за ближайшие 14 лет довели свой оборот до четверти миллиарда долларов. Вот что значит именно мощь модели, мощь индустрии сетевого маркетинга. Все было бы хорошо. Но в 1975 году в Америке начался крестовый поход против многоуровневого маркетинга, который зачастую путали с финансовыми пирамидами. Естественно, что наблюдая за бурным ростом Amway и новых сетевых компаний, жулики не применули воспользоваться ситуацией. И стало появляться достаточно много финансовых пирамид, которые маскировались в сетевые компании, ну и соответственно выкачивали деньги из доверчивых клиентов. В какой-то момент государство решило с этим покончить. И в 1975 году появился судебный иск против компании номер один Amway. Правдивники индустрии сетевого маркетинга потирали руки от удовольствия. Они понимали, что если удастся закрыть Amway, то можно будет легко покончить и со всеми остальными правильными или неправильными компаниями. Несмотря на то, что против Amway выступало государство в лице торговой комиссии, призванной защищать клиентов и имеющей огромные полномочия в этом направлении, все должен был решить суд. Слава богу, в Америке судебная ветвь была тогда уже независима от государства, и просто так прикрыть Amway не могли. И так вся чажешь расследования, естественно, легла на лидера индустрии сетевого маркетинга, на компанию Amway, ведь она была номер один в индустрии. Ну и так, государственная торговая комиссия в 1975 году подала судебный иск против Amway, и обвинив ее ни много ни мало в запрещенной пирамидальности. Цель была ясна – закрыть компанию Amway и запретить MLM как таковой. Четыре года проверок, судебных заседаний, разборки старых каких-то инструкций Amway, которые сама компания уже давно отменила и вывела из бизнеса за несколько лет до разбирательства. Жаркие споры не только на процессе, но и в прессе. Я представляю себе чувство успешных дистрибьюторов, которые уже имели серьезные команды и вкусили прелести резидуального дохода, финансовой независимости, и вдруг какая-то комиссия, которая толком ничего не понимает в индустрии сетевого маркетинга, и от которой зависит их будущее, быть или не быть. Ну, это настоящая драма, и длилась эта драма не один месяц и даже не один год, четыре долгих года. Все с трепетом знали, чем же все это закончится. И в 1979 году это закончилось блестящей победой, отличным для Amway решением, которое так и называлось, решение по Amway, признавшим индустрию сетевого маркетинга законным способом продвижения товаров. А компанию Amway признали не пирамидой, а компанией многоуровневого маркетинга, который окончательно вступил в эру законности. Это была очень важная победа для всей индустрии сетевого маркетинга, поэтому все существующие на сегодняшнем мировом рынке компании, включая нас, благодарны компании и дистрибьюторам Amway за эту победу. Началась вторая волна сетевого маркетинга, в которую удалось попасть и мне. Кстати, обратите внимание на дату окончательного решения по Amway. Если бы я верил в мистику, а не в теорию вероятности, то это было бы замечательным подтверждением еще одного чуда. 8 мая 1979 года я отмечал свой 21 день рождения в Москве, на улице Усачева, в районе метро «Спортивная», в родной общаге Московского пединститута. Мог ли я, 21-летний юнец, представить себе, что где-то в далекой Америке, именно в этот день, 8 мая, окончательно решалась судьба целой индустрии, которая потом станет главным делом моей жизни. Впереди у меня было целых 14 лет, множество поворотных моментов судьбы, которые в конце концов вырулили меня на ту самую презентацию дистрибьюторов Гербалайфа в Тель-Авиве, где мне было суждено впервые познакомиться с этим чудом, с чудом сетевого маркетинга. А ведь Гербалайф, возможно, даже и не начался бы в 1980-м, если бы в 1979-м не было вот этого судьбоносного решения по Амвей. Кстати, победа Амвей не означала полное прекращение судебных нападок на отдельные компании, но означала реальное прекращение нападок на индустрию. Кроме того, было сформулировано несколько очень важных понятий, которые стали эталоном правильного ведения дел. Интересен еще и тот факт, что за 4 года судебных разбирательств Амвей не только сохранил, но и увеличил объемы продаж с 600 миллионов долларов в год до 800 миллионов долларов в год. Вот что такое по-настоящему устойчивый бизнес, построенный на клиентах, которым нравится продукция и которые будут пользоваться ею независимо от всяких там разбирателей. В следующие 5 лет после победы Амвей в индустрии сетевого маркетинга появилось около 3 миллионов новых дистрибьюторов. Ух, огромная цифра. Включая дистрибьютор компании Гербалайф, основанная Марком Хьюзом уже на следующий год после судьбоносной победы Амвей. Для меня Гербалайф это особая компания, так как именно в ней я состоялся как сетевик, заработал более 3 миллионов долларов за свою 20-летнюю карьеру в ней. Гербалайф, кстати, бил все рекорды. Например, если знаменитому Амвей понадобилось около 10 лет, чтобы выйти на объем 400 миллионов долларов в год, то Гербалайф сделал это уже на пятый год в бизнесе. Так быстро не росла ни одна из компаний сетевого маркетинга. Но, кстати, Гербалайфу тоже не удалось избежать судебных преследователей, да еще достаточно мощного наезда, который сделали госорганы на Гербалайф. Марку Хьюзу, основателю компании, пришлось выступать перед специальным комитетом Конгресса США в 1985 году. Это избирательство тоже длилось не один месяц и привело к многократному падению объема продаж. Примерно в 8 раз упал годовой объем продаж. И потом в 8 лет ушло на восстановление объема 1984 года, но Гербалайф это чудо сделал. Причем Гербалайф не только восстановился, но и начал наращивать объемы, продвигаясь к заветной цели, о которой Марк Хьюз все время говорил, к 1 миллиарду долларов продаж за 1 год. Что и произошло в 1996 году. Получилось, кстати, что по темпам роста Гербалайф стал самым быстрым на сетевом рынке. 16 лет заняло Гербалайфа от нуля прийти к фантастической цифре в 1 миллиард долларов в год. МВС сделал это, кстати, за 21 год. Хочу еще сказать несколько слов о Марке Хьюзи. Он был потрясающим парнем, которого обожала вся компания. И несмотря на свой юный возраст, он уверенно управлял Гербалайфом. На тех самых сенатских слушаниях комиссия не могла поверить, что всю эту многомиллионную компанию создал вот этот красивый 29-летний молодой человек. Хотя в момент создания Гербалайфа Марку вообще было 24 года. Это даже трудно вообразить. Ничто не развивается легко и гладко. Постоянно нужно прикладывать усилия и преодолевать препятствия, которые иногда очень серьезные на грани возможности выстоять. Но все, что не убивает нас или наш бизнес, делает и человека, и бизнес сильнее. Руководство, кстати, того же Amway признавали, что 4-летняя судебная тяжба с государством дала свои полезные плоды с точки зрения окончательной легализации индустрии сетевого маркетинга, что в свою очередь значительно облегчило дальнейшую мировую экспансию компании, открытие новых филиалов в разных уголках планеты. И вот здесь факт поддержки, уже поддержки со стороны Государственной торговой комиссии уже был на руку компании. Действительно, переносит бизнеса в другие страны, делает сетевые компании особо устойчивыми, так как возможные проблемы или даже падение бизнеса в отдельных регионах, как правило, не сильно влияют на работу филиалов в других странах, особенно в другой языковой зоне. Переведу простой пример. Когда в 1985 году начали слушание о Гербалайф в Сенатском комитете, единственный регион, где не наблюдалось падение объемов продаж, была французская часть Канады. Вы знаете, что Канада делится на английскую и французскую. Почему во французской части Канады не было падения спроса? Очень простая причина. Они просто не читали англоязычных газет. Они не смотрели телевидение на английском языке. Поэтому ничего, по сути, этого они и не знали. Кстати, у МВС самая тяжелая война была впереди. Почти 8 лет продолжалась стяжба с налоговым ведомством Канады, за спиной которого в тот момент стояло социалистическое правительство Пьера Трюдо. Тогда были не столь хорошие отношения с американцами, плюс социалистов раздражала, как это сказать, капиталистическая суть компании Эмвэй, которая, несомненно, несет в себе любой успешный сетевой бизнес. Потому что в хорошей сетевой компании обучается самостоятельному ведению дел, необходимости рассчитывать прежде всего на себя. Вся позитивная философия бизнеса обучает новичков начать с самих себя, начать обучение тому, чему не учат ни в школе, ни в университетах, изменению самого себя, повышению собственной рыночной стоимости, умению преодолевать разные жизненные препятствия и выходить из трудных ситуаций еще более закаленными, еще более сильными. Измени себя, и все изменится вокруг, любил повторять Джим Рон. Дайте человеку свободу предпринимательства, и он лучше решит свои финансовые проблемы, чем ожидание поддачи от социалистических правительств. Тогда это было в Канаде, сейчас это происходит в США, с явно социалистическим мышлением нынешнего президента Обамы. Но президенты приходят и уходят, а сетевой маркетинг остается, потому что в нем и школа жизни, и школа бизнеса. Когда-то давно у меня из уст вылетела вот эта фраза, сетевой маркетинг – это высшая форма народного капитализма. Некоторые левые думают, что капитализм, ну левые в политическом смысле, думают, что капитализм – это тупиковое направление развития человечества. Ну мне лично смешно это слышать. Умные люди, к примеру, также говорят про демокрацию, что демократия – это плохая форма общественного устройства. Но ничего лучше пока не придумали, может быть, чуть-чуть позже придумают. Так вот, в капитализме уже придумали. И новая, высшая на сегодняшний день форма развития капитализма – это как раз и есть сетевой маркетинг. Все больше людей и бизнесов понимают это. Ну а те, кто пытается доказать обратное, могут биться головой об стенку или выбрасывать миллионы долларов в попытках остановить развитие капитализма. Именно такую историю я хочу вам рассказать в заключении. Но сначала еще несколько слов об основателях компании Amway. Для меня их история является лучшим примером отношения к собственному бизнесу, который влияет на судьбы миллионов людей во всем мире. В 80-е годы прошлого века были, несомненно, самыми трудными в компании Amway. Только что закончилась 4-летняя тяжба с государственной торговой комиссией. Началась еще более тяжелая тяжба с канадской таможней. К этому добавилась еще война против компании со стороны средств массовой информации. Кстати, хорошо, если вы понимаете экономические причины нелюбви и средств массовой информации к сетевому маркетингу. Для большинства журналов и газет основным источником существования является реклама. Ну а сетевые компании, как правило, никакой рекламы не дают. Ну, за что же их тогда любить? И вот все это изматывало владельцев компаний. К тому же, Rich DeVos перенес сердечный приступ из-за всех этих проблем. И в это время крупная японская компания, понимая, что у них появились шансы, видимо, предлагает выкупить Amway. Оба совладельца должны были получить по 1 миллиарду долларов наличными. Этих денег достаточно, чтобы последующие 50 лет тратить, я посчитал специально, по 55 тысяч долларов в день. 55 тысяч долларов в день они могли тратить, и только за 50 лет можно было потратить эти самые деньги. Но, что произошло? Они отказались. Несмотря на сложности, на проблемы, на головные боли, на бессонные ночи, они отказались от этих денег. Потому что не могли оставить своих дистрибьюторов в трудное для компании время. Оказывается, деньги – это вовсе не самое главное в жизни. Деньги сами по себе – это не зло и не добро. Деньги – это, наверное, лакмусовая бумажка для их владельца, так скажем. Хороший человек с деньгами сделает множество хороших, добрых дел. Ну, о плохих говорить не будем. Итак, обещанная история о самой свежей попытке не извергнуть сетевой маркетинг. Попытка уничтожить компанию Гербалайф и вместе с этим поставить под сомнение законность всего сетевого маркетинга. Как вы думаете, когда это случилось? На заре сетевого маркетинга? Нет. В конце 20 века – тоже не так. В начале 21-го – тоже нет. Эта история произошла в 2013 году. То есть в этом 2013 году. Один очень крупный биржевой игрок, владеющий несколькими миллиардами долларов своих и чужих денег, решил погнаться сразу за двумя зайцами. С одной стороны, он захотел уничтожить почему-то ненавистную ему компанию Гербалаев. Акции, которые уже много лет продаются на Нью-Йоркской бирже. А с другой стороны, он решил еще на этом и заработать денег. Да, он говорил красивые слова о том, что все заработанные деньги он пошлет на благотворительность. Но это не меняло сути. Он вложил около полумиллиарда долларов сразу в так называемую игру на понижение стоимости акции. И одновременно начал беспрецедентную рекламную кампанию в прессе. Якобы доказывающую, что Гербалаев – это финансовая пирамида, а потому должна быть запрещена и закрыта. Игра на понижение, я объясню вам в двух словах, что это такое. Игра на понижение означает, что если акции Гербалаев на самом деле пойдут вниз, то вот такой игрок выигрывает деньги, достаточно большие деньги. Когда речь идет про большие объемы. Ну а если он играет на понижение, но акции пойдут вверх, то тогда он наоборот проиграет свои деньги. Поначалу этот неожиданный и хорошо спланированный наезд на Гербалаев действительно отпугнул малопонимающих инвесторов. И акции поползли вниз. Вы это видите на графике. Вся кампания началась в ноябре 2012 года. Тогда акции стоили 52 доллара за штуку. И вот буквально за два месяца такой агрессивной кампании акции упали практически вдвое. Особенно резко все пошло вниз накануне Нового года, когда вот наш герой опубликовал 300-страничную презентацию, как бы доказывающую все его обвинения. У меня, кстати, есть эта копия. Все 300 с чем-то слайдов. Я их внимательно смотрел и звучал. Там много верной информации, но совершенно неправильные выводы и заключения. Чувствуется, что автор этого романа, в кавычках, не очень-то понимает суть сетевого маркетинга. Спустя какое-то время падение акции Гербалаев остановилось. Вот вы видите, это нижняя точка 26 долларов за акцию. И стоимость акции начала неумолимо возрастать к своей реальной рыночной стоимости. Горе игрок потратил еще полмиллиарда примерно долларов, чтобы остановить рост, но ничего уже не могло ему помочь. В конце концов, все стало на свои места, и борец против сетевого маркетинга остался без штанов. Ну, я здесь немножко утрирую. Конечно, не совсем без штанов. Но журналисты посчитали, что вся эта игра обошлась ему примерно в 1 миллиард долларов потерь. 1 миллиард долларов. И вы видите, к чему это привело? Сейчас в сентябре стоимость акции уже была 72 доллара за штуку. Вот буквально за один год почти троекратный рост. Вопреки всему тому, что пытался вот этот молодой человек сделать, но он уже не совсем молодой. И похоже, что не совсем умный, несмотря на свои миллиарды. Это самый последний пример, доказывающий необыкновенную устойчивость солидных сетевых компаний. Тех самых, про которых я люблю говорить, непотопляемые авианосцы. Индустрия сетевого маркетинга продолжает победное шествие по планете, несмотря на то, что с развитием интернета появилось как никогда много финансовых пирамид, которые, прикрываясь сетевыми моделями, решают свои черные дела. Они появляются, они исчезают, их основатели прячутся или попадают в тюрьму, как недавно я видел по телевизору арест хозяина компании TVI Express. Но поскольку в этих самых финансовых пирамидах есть определенная рыночная потребность, то вам всем еще не один раз предстоит встретиться с разными финансовыми пирамидами. На ловцах, как говорится, и зверь бежит. Сотни тысяч или даже миллионы граждан, рассчитывающие на быстрый и халявный заработок, создают отличную питательную среду для мошенников. Есть большая группа сетевиков, в кавычках, которые летают из одной пирамиды в другую, с каждым разом теряя все больше и больше доверия друзей и знакомых, пока в конце концов окончательно не останутся у разбитого крыта. Рано или поздно, я надеюсь, что у многих наступит просветление. Человек остановится и скажет себе, боже, я уже 10 лет в сетевом бизнесе, и у меня до сих пор нет пассивного дохода. Почему? Ну, ответ понятен, потому что он не в сетевом маркетинге, а рядом. Не обманывайте себя, и тогда не придется обманывать других. Особенно много так называемых инвестиционных компаний, которые обещают, страшно сказать, от 1 до 20% в день, явно рассчитывая на тех, у кого плохо с арифметикой. Или потребность в халяве может быть даже сильнее, чем чувство самосохранения. Даже 1% в день – это совершенно фантастическая и невозможная цифра для любого легального бизнеса. Ну, возьмите, например, Сбербанк. У него стоят очереди людей, которые хотят получить деньги. Значит, Сбербанк берет деньги у населения, говорит, «Ребята, дайте деньги, я вам заплачу аж 6% в год». 6% в год. Не 365% в год, что обещают вот эти, которые 1% в день, а 6% в год – это уже считается для финансового рынка много. А тут вам обещают 365 или еще больше. Страшные цифры. Но ведь в первые месяцы, пока они не закрылись или их не прихлопнули, они действительно платят указанные проценты. Говорят, вот мне некоторые, которые со мной переписываются. Где же они берут их? Ну, ответ знают все. У новых участников пирамиды. Понятно, что это всего лишь вопрос времени, когда это кончится. И даже те, кто остался в плюсе, должны понимать, что деньги эти ничего хорошего принести не могут. Ведь они, по сути, украдены у тех, кто их отдал добровольно, или по глупости, или по непониманию. Большие деньги нельзя заработать лежа на диване. Нужно встать и начать что-то делать. Нужно чему-то учиться, работать над собой, повышать свою рыночную стоимость, стать дистрибьютором сетевой компании, продукция которой вам интересна, и руководство которой вызывает ваше доверие, поставить перед собой конкретные цели и двигаться в нужном направлении, шаг за шагом, день за днем, используя накопительную мощь сетевого маркетинга. Субтитры создавал DimaTorzok